Бизнес-империя, контролируемая семьей бывшего депутата Владимира Андронаки, затрагивает еще одну интересную фирму, как выяснили наши коллеги из программы Кутея Ниагропулус. Это третий по величине поставщик электроэнергии в Молдове. Фирма была основана в 2018 году и за три года набрала немалую популярность среди клиентов энергокомпаний, международный аэропорт Кишинева, Национальный банк и даже парламент. Послужной список фирмы насчитывает десятки выигранных тендеров на миллионы лейф. Общество с ограниченной ответственностью Фурнизария Энергии было зарегистрировано 11 июля 2018 года. Поначалу у компании был единственный учредитель украинская фирма, а бенефициаром являлся некий Виктор Канаев, который, как позже оказалось, связан с несколькими фирмами бывшего депутата от Демпартии. И подтверждением тому является хотя бы тот факт, что другая компания предпринимателя имеет юридический адрес в молдавской столице, в квартире юриста семьи Андронаки, которая также проходит по уголовному делу. Корреспонденты программы Кутия Ниагры Плус связались по телефону с Виктором Канаевым, однако он отказался сообщать подробности о компании Фурнизария Энергии. Первые изменения в структуре акционеров фирмы были внесены спустя год после основания. В июле 2019 года с владельцем компании с 50% акции стал Сергей Чобану, который приобрел пакет акций у украинского предпринимателя всего за 500 леев. Чобану входил в состав Совета директоров Наре, аккурат в то время, когда была основана Фурнизария Энергии. Некоторые источники нам заявили, что якобы Чобану продвигал интересы энергетической компании. Переговоры длились довольно долго и в итоге мы пришли к выводу использовать формулу 50 на 50, но при условии, что я внесу свой вклад в капитал фирмы, я буду знать, что это моя инвестиция, которой я тоже управляю. Я знаю, что зарабатываю, собираю плоды и в случае потерь я разделяю эти потери. В этом вся логика. Никакого отношения не имеет Андронаки к Фурнизарии Энергии. За три года существования энергокомпания привлекла крупных клиентов, в числе которых были и государственные предприятия. Из информации, размещенной в открытом доступе на сайте агентства государственных закупок, следует, что с начала года компания выиграла два десятка государственных тендеров на 26,5 миллионов леев. При этом самые крупные контракты были подписаны с таможенной службой более чем на 5 миллионов леев, а также с секретариатом парламента для приобретения электроэнергии почти на 3 миллиона. В списке клиентов Фурнизария Энергии, Национальный банк, Государственная налоговая служба, несколько министерств и мэрии. И во всех этих тендерах у энергокомпании не было ни одного конкурента и всякий раз предлагаемая цена была меньше на один бан. При этом директор компании отрицает, что фирме кто-то помогал. Все аукционы проводятся на онлайн-платформе, все максимально прозрачно и просто любой имеет право участвовать в тендерах. И то, что фирма, которую якобы контролирует экс-депутат Андронаки, выиграла множество государственных тендеров на поставку электроэнергии, удивила нынешнего министра инфраструктуры Андрея Спыну. Я считаю, что этого персонажа нужно привезти домой и передать правосудию. А если его компании незаконно выиграли тендеры, значит, нужно аннулировать их результаты и провести другие. Журналисты программы Кутия Ниагра Плус по имейлу направили несколько запросов самому Владимиру Андронаки, но проходящий по уголовному делу о банковском мошенничестве бывший депутат, который скрывается за рубежом, нам так и не ответил. Ранее Андронаки заявлял, что дело против него носит сугубо политический характер. В конце сентября в доме Андронаки прокуроры по борьбе с коррупцией совместно с офицерами службы информации и безопасности провели обыски. Были изъяты электронные носители и документы. Позже Владимиру Андронаки, его супруге и адвокату семьи были предъявлены обвинения по делу о краже миллиарда. Судьи выдали ордер на его заочный арест.